Сотрудничество в области культуры, которое невозможно избежать в случае отношений этих двух государств. Так вот, мой доклад вам будет именно о политическом векторе сотрудничества. Нужно сказать, что существуют совершенно разные уровни, на которых мы можем расследить политические связи между Россией и Италией. Во-первых, это, конечно же, высший уровень, это уровень встречи первых лиц государства, зачем, естественно, министерский уровень, причем здесь мы можем выделить не только встречи, например, министров иностранных дел, которые вполне привычны нам, когда мы говорим о двусторонних отношениях между государствами. Но здесь можно выделить такой формат, как 2 плюс 2, абсолютно уникальный и очень редко встречающийся в современных международных отношениях. Это формат встреч министров иностранных дел и министров обороны. Это действительно очень редко, но вот Россия и Италия, несмотря на то, что, может быть, их военные отношения не так важны, тем не менее проводят такие встречи и ведут подобный диалог. Затем я увидела следующий уровень, скажем, межведомственный. Конечно, министры тоже бы могли войти в этот уровень, но там немножко другой, скажем, аспект отношений. А есть, например, межпарламентские встречи между Россией и Италией по самым разным вопросам, как военно-техническим, так и научно-техническим, решение проблем чрезвычайных ситуаций, культуры, науки, образования и так далее. Также есть встречи даже между судебными органами власти в России и Италии, что тоже очень интересно. И все это относится не к экономике, не к культуре, а в большей части к политике. Затем очень важно видели сотрудничество регионов, о чем уже сказал наш коллега Александр, о чем уже говорилось на наших предыдущих секциях сегодня днем. И, конечно же, сотрудничество между городами, которое нам очень интересно рассказал Карин. Причем, конечно же, это не только Санкт-Петербург и не только итальянские города, которые были озвучены, а это сотрудничество очень большого количества городов и регионов Италии и городов-регионов Петербурга. Но не очень хочу об этом устанавливаться, потому что мы все устали, и, естественно, я хочу постараться быть как можно крача. Когда мы говорим о российско-итальянских отношениях, и что я заметила в нашей конференции сегодня в общем, мы говорили в основном об их внутренних отношениях, то есть отношениях между Россией и Италией. То, что есть у них общего, есть различного. Но совсем не о том, что происходило между ними на мировой арене. То есть есть ли вообще факт того, что Россия и Италия что-то делают вместе для мира, а не друг для друга? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Лично я считаю, что, безусловно, это есть и есть уже давно. То есть эту динамику мы можем приселить с самого-самого начала отношений с 91-го года, то есть отношений с современной Россией, с современной Италией. Во-первых, невозможно не отметить то, что Италия была очень важным посредником между Россией и Евросоюзом в выстраивании их отношений на самых разных уровнях. И важно отметить то, что Италия так и остается этим посредником. По сути, наверное, на данном этапе Италия становится практически единственным стратегически привилегированным партнером России в данном регионе. Также очень важно отметить роль Италии в присоединении Российской Федерации к работе G7, которое впоследствии стало G8, теперь снова G7. Но еще мы об этом поговорим сегодня. Кроме того, Италия оказала очень серьезную поддержку преступлений России в ОСР и в ВТО, что, наконец-то, произошло совсем недавно. Ну, как совсем недавно? Относительно недавно, ведь время идет. Ну и, конечно же, Италия была и остается посредником между Россией и НАТО. Вот. То есть, как видите, в общем, роль Италии для России в мире – это роль посредника. И хочется сказать, все вот это было и прошло. Это прекрасно то, что Италия всегда осталась посредником и всегда поддерживала во всем. Но вот помимо этой поддержки, существуют ли какие-то реальные действия, которые принимает Россия и Италия на международной арене? Здесь, естественно, стоит знак вопроса, потому что такое сотрудничество абсолютно новое, оно стало бы абсолютно новым этапом в отношениях между Россией и Италией, потому что здесь уже будет не просто какая-то поддержка Италии и России, или поддержка России и Италии, но и какие-то реальные политические действия. Чтобы доказать то, что Россия и Италия сейчас действительно находятся на новом этапе сотрудничества, что и было целью всей этой конференции, которую мы с вами провели сегодня, я вам расскажу просто о последних двух годах и отношениях России и Италии в этот период. Как вы можете увидеть здесь, на этом слайде, Италия, можно сказать, чуть ли не лидер мировой в количестве министров за последние два года. За 2013-2014 год у Италии было целых три премьер-министра, то есть целых три правительства, которые, естественно, имели недостаточно похожие, абсолютно разные позиции по отношению к развитию связи с Россией. Да, но абсолютно все они относились более или менее позитивно к этому. Так вот, что произошло за эти два года? Во-первых, нельзя не отметить важность сирийского кризиса для последнего двухлетия в вообще международных отношениях, но в том числе и для отношений России и Италии. Важно отметить, что Италия была единственным европейским государством, которое все-таки пришло хоть к какому-то конкретному и легализованному подписанному, каким-то подписанным документам по отношению к сирийскому кризису. Государства установили то, что кризис в данной стране должен быть устранен самим народом без внешнего вмешательства. То есть, когда мы, например, вспоминаем о противостоянии Запада и России, которое было совсем недавно, в прошлом полумодии, мы никогда не замечали того, что Италия все-таки была не только на стороне Запада, на стороне США и Европейского союза, но также и на нашей стороне. Кроме того, очень важно отметить, может быть, это выглядит не очень политическим шагом, но тем не менее. Мы знаем, что сейчас проводится год туризма между Россией и Италией. Все стараются сделать итальянскую визу, все к этому стремятся, и действительно, это стало сделать намного проще. Почему это политический шаг? Все мы знаем, что, например, в стратегии внешней политики России на 2013 год, последняя наша стратегия, есть отдельная строчка, которая есть в национальных приоритетах России, как бы это ни было, может быть, странно и комично, что Россия действительно стремится к установлению вес-визового режима с Европейским союзом. Абсолютно очевидно, что в современных реалиях это невозможно. Тем не менее, Италия даже здесь старается, как только может, поддержать Россию. Мы можем видеть вот этот перекрестный год туризма не только как культурное явление, но и как политическое. То есть здесь Италия снова становится мостом между Россией и Евросоюзом, даже в устранении визового режима. Кроме того, кризис на Украине. Все мы знаем, что Россию исключили, скажем, нельзя сказать, что это было официально, но, в общем, Россия теперь не является членом Большой Восьмерки, теперь это Большая Семерка. Но мало кто знает, что на самом деле не все семь государств Большой Семерки поддержали данное решение. Италия была как раз тем единственным государством, которое осталось на стороне России. Если мы помним, совсем недавно была встреча у главы государства Большой Семерки в Брюсселе, где государства подписали соглашение о том, что они не хотят больше видеть Россию на встречах данной организации, данного клуба. И если мы посмотрим на этот документ, мы не увидим там росписи министра иностранных дел Италии. Это было единственное государство, которое не стало подписаться под этим. То есть, несмотря на то, что это член Европейского Союза и другие государства ЕС, и в том числе сам ЕС, Европейская комиссия, подписали данное соглашение, Италия этого не сделала, несмотря на что. Кроме того, важно отметить и то, что Италия не является тем государством, которое стоит за санкции западного мира против России в контексте кризиса на Украине. Очень много может найти в интернете выступление министра иностранных дел Италии Федерико Магеррини, которое говорит о том, что... В принципе, о том же, о чем и говорит Путин, о чем мы слышим сейчас здесь, в России. Что санкции, возможные, которые могут быть внесены против России, больше поверят не на саму Россию, а на Европейский Союз. И, соответственно, эти санкции сделают хуже именно им самим. И, конечно же, Италия, как наш стратегический партнер, для себя этого не хочет, но и не хочет для всего Европейского Союза, членом которым является. Кроме того, дипломатические круги Италии заявляют о том, что никаких визовых санкций к России не будет применено. В отличие от, например, британского правительства, которое однозначно заявило о том, что визы будут выдаваться, но это будет однозначно сложнее. В том числе консул Италии в Септетербурге, Гуджестер, который, к сожалению, не смог с нами сегодня быть, но очень хотел этого. Точно так же очень много выступал и по радио, и по телевидению, в том числе и достреляется массой информации печатных. И заявлял о том, что визовая политика для Италии, особенно для туризма, никак не изменится. Кроме того, важно отметить кооперацию России и Италии в рамках клуба G20. Группа 20, как вы знаете, занимается очень большим кругом вопросов, как экономических, как и отчасти политических. И к одному из этих вопросов относится борьба с коррупцией, о которой нам сегодня уже рассказал наш коллега Марко. Есть аспект, единственный, который он не помянул, потому что, насколько я поняла, он специализировался именно на сотрудничестве в рамках Грека. Однако сотрудничество между государствами есть и в рамках такого клуба, как Большая двадцатка. В прошлом году при председательстве России в G20 Россия предложила на рабочей группе по борьбе с коррупцией поставить Италию как лидера в борьбе с данной проблемой во всем мире. И нужно отметить, что сейчас при председательстве Австралии итальянская делегация действительно считается лидером и является модератором этих дискуссий. И действительно предлагает какие-то конкретные действия. И все это спасибо России, в принципе. Потому что именно мы предложили Итальянскую республику для решения данной проблемы. Кроме того, как я уже сказала, Италия очень высоко оценивает роль G8. Потому что, как мы сами, мы все знаем, что G7 это экономический блок, G8 это блок политический. И исключая Россию из большой восьмерки, мы делаем блок G7 абсолютно бесполезно. Потому что в данное время у нас есть Большая двадцатка, которая занимается экономическим вопросом. Соответственно, существование G7 стоит под сомнением, нужно ли оно вообще. И кроме того, хотелось бы совсем чуть-чуть сказать о перспективах сотрудничества между Россией и Италией. Не только для себя, но и для всего мира. Известно, что с 1 июля Италия станет председателем Европейского Союза. И до того, как Россию исключили с G8, говорилось о том, что данный год, вот вторая половина 2014 года, может стать очень серьезным шагом в российско-итальянских отношениях. Потому что и Россия будет председательствовать G8, и Италия будет председательствовать ЕС. Что, как мы все понимаем, может стать очень серьезным политическим толчком не только для этих двух государств, но и для всего западного мира. Даже несмотря на то, что Россия больше не председатель Большой Восьмерки, может быть мы с этим не согласны, но по крайней мере Запад так думает. Тем не менее, именно Италия может стать тем посредником, который поможет нам решить кризис на Украине. То есть, возможно, с 1 июля, когда Италия возьмет на себя полномочия председателя в Европейском Союзе, мы наконец-то сможем приступить к конструктивному диалогу по вопросу об Украине и наладить наши отношения с европейскими партнерами. На этом я хотела бы закончить, и я очень рада вашим вопросам, комментариям и обсуждениям. Спасибо. Пока. У кого есть вопросы, можете задать. Ну, так как наша специальность, пожалуйста. Очень интересно то, что ты подтвердил моё мнение и мой анализ, то, что они оба сотрудничают в борьбе с коррупцией. И то, что, учитывая то, что Италия будет председательствовать ЕС, может быть, ну, та мотивация и возможность подписать, ну, и хотя бы развивать это сотрудничество в рамках EU-Russia Relation. Большое спасибо за вопрос. Да, если мы будем, например, говорить о двусторонних отношениях России и Италии, то здесь о коррупции говорить сложно, потому что всё-таки Италия будет заниматься делами Евросоюза. Но, если говорить о сотрудничестве России и ЕС, то это вполне возможно. Возможно, не в этом году. Я думаю, что если что-то и будет в этом году, то Италия сможет предложить обуждение данного вопроса, потому что, сами понимаете, сейчас много есть о чём поговорить между Россией и Евросоюзом. Однако, сам импульс, само предложение Италии возможное, может дать толчок к какому-то дальнейшему развитию, что, конечно, было бы очень позитивным шагом. Ещё есть вопросы? И, конечно, очень интересно смотреть, наверняка, те направления, которые как кажутся для мира важными. Так это если борьба с коррупцией в рамках Европейского союза, как вклад отношений России и Италии, и все те статьи, которые вносятся в предложения Конвенции Европейского союза, то это, конечно, очень интересная ситуация. То, что для меня это оказалось, как бы, пусть у пранков, греков и так далее, но это и есть, как сказать, новое явление, современные, актуальные проблемы, как его решать. Если Италия и Россия это предложат, или хотя бы установят критерии, или если установят какие-то нормотворческие документы, основы, то мне кажется, что это даже очень интересно, как мы сегодня отметили. Мне кажется, что вы и как продолжаете все следующие доклады, вы сделали очень короткие резюме, я нашелся очень хорошо в нашей сессии. Спасибо большое. Если вам понравилось, то спасибо большое. Спасибо большое за работу, за очень интересную. Мы друг друга узнали очень многое, и будем надеяться, что в следующем году, если будет такая же встреча, там у нас будет еще интереснее, и даже те доклады, которые мы сегодня рассмотрели, дополнятся, и будут наверняка, мы уже посмотрим результат, может быть, в вашем клубе по словам и всей конференции. Благодарим вас за участие, вы подготовились и представили на первом кругу наставе студенческого. Мы очень рады нашим отношениям. Я думаю, что эти выступления могут быть в будущем совместными, российско-итальянскими. Они обычно готовят совместные доклады, тогда они дополняют друг друга и становятся еще интереснее. То есть совместные презентации или совместные, вот такие по вашей теме, как будто из коллег в Италии, да, или по вашей теме, или кто-то здесь найдет, да, как-то когда-то выступление, ведь насчет транснационального взаимоотношения. Это тоже очень интересно на основе теоретической базы международных отношений. Все возможно, да, в нашем клубе и по взаимоотношениям, которые вы заложили сегодня и в этом день. Спасибо большое. Спасибо. Ребята, большое спасибо всем за выступление. Спасибо. Может быть, фотографии сделаете? Ну, из-за того, что вы можете... Давайте, да, если есть у вас. Потому что обычно, вот, я говорю, первая студенчика, я выбираю, вторая. Можете в коридоре? Давайте, давайте, зачем? Здесь у нас местность. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Очень интересно. Очень интересно. Семь в России очень. Да. Да. Я даже... Миры, повременные и... Да, и темы разные, и все. Да, да. Я же, наверное, как-то, конкретные... А, цель. Да, да, да. Хорошо. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 Спасибо!